Мужчину, потерявшего память, по-прежнему часто видят на этой улице. Жители Тукая-33 вспомнили его имя – Игорь Тертышный. Оказывается, он когда-то жил в этом доме вместе с мамой. Но, по его словам, он ничего не помнит. Как вы на улице оказались, как вы думаете? Хорошие, тадди, раньки. В течение обстоятельств, наверное, как-то получилось. От бетонки, ноги-то просто. А почему около этого дома? Почему около этого дома сидите? Дом, наверное, бездание, не помню. Хотите найти родных, близких в дом? Среди соседей ходят самые разные слухи. И что родные его выгнали, и что с квартирой обманули. Кто-то ругает, а кто-то сочувствует. Постоянно здесь ночует, постоянно ночью. Всегда на скамеечке, там холод, приходит сюда, здесь, и до утра. Часов до пяти примерно. И потом исчезает. На целый день. Потом приходит опять часов шесть-семь вечером. И опять такое же. А вчера вот был целый день здесь, на жару лежал, как говорится. К ему страшно подойти, он же грязный весь. От его воняет, как ни за чем. Его, с одной стороны, и жалко, вроде бы, человека. А вот как, куда вот его? По словам очевидцев, сюда уже много раз приезжала и полиция, и скорая. Медики даже забирали мужчину в больницу. Но итог прежний. Он опять на скамейке у дома, который непонятно, чем его притягивает. С Игорем пытались разобраться специалисты Центра милосердия. Но помочь ничем не смогли. Дело в том, что в Нижнекамске просто нет учреждений для такой категории граждан. Ближайшее в Челнах. Мы сейчас с Челнами созванивались. Вот, они говорят, у нас мест нет, у нас переполненность. Мы его не возьмем. Вот. И, собственно говоря, в нашей ситуации, в нашем городе, просто в таких случаях забирают управление здравоохранения по своим каким-то больницам, пока место в перекрестке не освободится. Но, к сожалению, у нас такого взаимодействия нет с ними. Поэтому ситуация будет такая вот нерешенная. Местный участковый тоже уже не первый день ломает голову над запутанной ситуацией. Пока ему удалось выяснить лишь некоторые подробности. Он думает, что он приходит к себе домой. Но так как, получается, квартиру они продали, получается, у него там дома нету, он ходит куда-то. У него есть где-то квартира, куда он ходит, где он бреется, он стирается, он меняет вещи. И после этого он опять идет туда. Просто без определенного места жительства человек, его прикормили, вот он туда идет. Но он не сумасшедший. Как сообщил участковый, после продажи квартиры на Тукая, Игорь был выписан из нее, чтобы потом прописаться по адресу Вахитова 7. Но этого так и не случилось. На Вахитово сейчас живет его бывшая жена с двумя детьми. Мы попытались с ней встретиться, но дверь нам никто не открыл. Зато соседи рассказали, что такого мужчину здесь никогда не видели. Женщина живет с двумя детьми. Дети уже взрослые. Папу я у них никогда не видела. Никогда не появлялся мужчина такой большой, бородатый? Нет, ни разу не видела. А историю, что она там разведенная, да? Ну да, разведенная, но уже давно, вот она сколько живет, ни разу еще не видела. Непонятно, чем закончится эта запутанная история. Дело в том, что теперь мужчина избегает встреч с полицией и другими представителями власти, пресекая все попытки пообщаться с ним. До сих пор непонятно, то ли мужчина нездоров, то ли его устраивает такой образ жизни. Участковый обещал в ближайшее время окончательно разобраться в этой ситуации. Ну а нам лишь остается следить за развитием событий. Яна Чупахина, Максим Липин, Ренат Харасов. Новости НТР. Новости НТР. Новости НТР.